С тяжелым, туго набитым рюкзаком подхожу к высокому крутояру Касьвы, вольной и широкой в этом месте, с низким песчаным противоположным берегом и быстрой мутноватой водой после недавних дождей. Мне нужно перебраться на другую сторону. Там, за низиной, которая, по всей вероятности, затапливается в половодье, раскиданы по взгорью ряды маленьких деревушек. В дальней из них, Малышевке, мы пятеро лесоустроителей и живем на постою у одной хозяйки, бойкой еще и подвижной бабки, удивлявшей нас, веселившей и заражавшись своей неутомимой энергией. А на этой стороне большое многолюдное село, крайними домиками, примыкающие к реке. В село я приходил за продуктами. В Малышевке нет магазина. Часа полтора назад меня перевез сюда углюмый, цыганского вида мужик в овчинной безрукавке, взявший вид на себе за правило не очень-то баловать пассажиров разговорами. Перевози, малых, да еще разговаривай. Он молчком переплыл на мои призывные свистки и крики, молчком кивнул на приветствие, молчком взял деньги за перевоз. Сейчас перевозчика у реки не оказалось, а лодка его была высоко вытянута на берег и посажена на толстую цепь с тяжелым замком. Рядом лежала другая, неприцепленная лодка. Но нет ни весел, ни багра, ничего такого, с чем бы переправиться можно. Да и как поплывешь без разрешения хозяина? Всякие хозяева есть. Иной и пальбу из ружья откроет. Я спросил у женщины, полоскавшей белье неподалеку, перевозчик далеко живет? Женщина распрямилась, поправила выбившиеся из-под платка волосы. Да живет он близко, только если переехать надо, то к нему не обращаться лучше. Балованный он у нас, ни за что не поедет, разве кто плату побольше пообещает. А что остается делать? Не выдумывай, настаивала женщина. Вот такие, как ты, в куртках, я был в энцефалитке, экспедиционники разные, и испортили мужика. Я не нашел, что сказать на этом. Иди-ка ты, милый, к Макею прямо, посоветовала женщина. Тот с тебя лишнего не возьмет. Афанасьич не чета Шилову, всех перевозит. Затем она пояснила. Без замка-то это его лодка стоит. И сам он дома сейчас, видела, как с работы шел. Вон в ту избу стучись. И женщина указала мне на ближний Крутояру дом. Я выбрался тропкой вверх, заглянув приоткрытую калитку. Никого из хозяев во дворе не увидел. Решил войти. Очутился в уютной маленькой комнатке веранде, обращенной окнами почему-то не на реку, не на восход, а на закат солнца. Солнце сейчас наполняло веранду нежарким тлеющим светом. Посреди веранды громоздился большой развяжной стол, обшарпанный и облезлый, бросовый видно. За столом, облаготившись, подперев голову кулаками, сидел узкоплечий сутылый мужик в рабочей одежде. Судя по всему, каменщик или штукатур со вхозной стройбригадой. Коленки и рукава пиджака замазаны глиной, сапоги забрызганы известью и раствором. Мужик оказался напористым балагуром. Он просиял, оживился, обрадовался чему-то, будто хорошего знакомого встретил, и, взмахнув руками, не дал мне первое время и слова сказать. — За реку надо! — предугадал он сразу же просьбу мою и зачистил, зашепелявил звонкой скороговоркой. — Переедем, не беспокойся. Погоди чуток и переедем. Присаживайся пока. Мужик суетливо кружил, метался по веранде, выискивая стул для меня, не нашел. Выбежал, принес откуда-то запыленную табуретку, смахнул с нее пыль рукавом. — Скидывай ношу свою, садись! Он придвинулся вместе со стулом, спросил участливо живым интересом. — Геолог? — Нет, лесоустроитель. — Это еще кто такой? Эк вас развелось! Я коротко пояснил. — Тоже, видно, нужное дело, — кивнул Макей. — В малышетке-то. У кого квартируете? — У Фидуловны. — А, у Фидуловны. Знаем, знаем такую. Как же славная вам бабка попалась. Вы только не обижайте ее. Она вам последнее выложит. Он еще ближе придвинулся, взял меня за руку, посвятил в свои дела. А я тут одним сегодня печь после работы отремонтировал. Он покосился на дверь в избу и продолжал. — Я, мой дорогой, всю жизнь печник. Я тебе печь, хош, какую сложу. Я в бригаде за первого специалиста считаюсь. Вот. А она меня вздумала на порог не пущать. — Кто? — Да старуха моя. Нет моей ни покрышки. Ночуй, говорит, где знаешь. Духа она, видишь ли, моего терпеть не может. А я ей позволил-то запечь. Тут снаружи издали откуда-то донеслось. — Макеюшка! Кричала женщина. Кричала вяло, не в полную силу, точно голос пробовала. Макей приложил к уху ладонь и прислушался. — Макей! Макеюшка! Раздалось сильнее. Настасья Соломина голосит, определил Макей. Опять уж за реку успела слетать. А и незачем вроде. Ее ведь как сороку носит, на месте не посидит. Только бы она и совала свой нос в каждую дырку. Где что ни случись, Настасья уж тут как тут. — Макей! Макеюшка! — нарастал крик. Сквозь стены избы пробился и другой голос. Голос хозяйки, властный и строгой. — Отвяжись ты от нее, Макей! — А-а-а! — отмахнулся печник. — Пусть поголосит. — Полезно. — А вось поумнеет баба. Макей точно ватой заложил уши. Весь наш дальнейший разговор с ним проходил под то усиливающийся, то ослабевающий аккомпанемент Макей-Макеюшка. — Значит, говоришь, леса описываете? — Где какой растет и сколько его? — Так примерно. — И что? — И какая картина получается? — Макей! Леший бы тебя побрал! Оглох, что ли! — ругалась за рекой Настасья Соломина. Дверь резьбина распахнулась. На веранду выскочила большая, плотно сбитая, краснощетая женщина. Она была намного выше и здоровее Макея. — Тебе не надоело терпеть? — крикнула она угрожающе, но, обнаружив, что Макей не один, сбавила тон. — Перевези ты ее горластую. — Пусть Шилов перевозит. — Мне сегодня заказано, — смеясь отговаривал с Макей. — В воду могу упасть. Не придуривайся. Перевези, тебе говорят. У меня уж голова раскалывается на мелкие части. — Слушаюсь, ваше благородие! — дурашливо козырнул Макей. Хозяйка скрылась. Макей посидел немного в задумчивости, оглядывая уже потемневшую веранду. — Вот ведь тоже черт чует, — тряхнул он головой, — всегда нас перетерпит. — Шилов-то? Макей не ответил, вздохнул. — Да, послал нам бог перевозчика. И сменить вроде некем. Другие не близко к воде живут. Взяли бы вы на себя это дело. — Я? — удивился Макей. — А кто за меня станет печи класть? — Шилов, что ли? Да он отродясь по-настоящему нерабливал. То он сторожит, то пастушит, то перевозом заведует. — Печник неохотно поднялся. — Я тоже. — Ты-то куда? — заволновался Макей. — Ты-то сиди, сиди, знай. Мы с тобой не договорили еще. Как там у вас в отряде с продуктами на сегодня? Есть что в котел заложить? — Есть. Ну вот и останься. И садись, и порадуй разговором старика. Я ее живо переброшу. Мне как неудобно было отказывать, огорчать мужика. Уж больно он забавно упрашивал. К тому же я чувствовал себя в долгу перед ним. Ведь переправит же он, в конце концов, меня на ту сторону. Ушел он радостный и довольный, что сумел таки уломать, уговорить меня. Как только он вступил за калитку, крик на реке оборвался. Сделалось тихо. Слышно стало, как ходит по избе грузная хозяйка, как бренчит она посудой на кухне. Возвратился Макей действительно скоро, минут через двадцать, не больше. Он закурил. И мы сидели в полумраке веранды. Снова открылась дверь. Хозяйка подозрительно посмотрела на нас. Спросила Макея. Она хоть уплатила тебе. Мелочи у нее не оказалось. Как-нибудь, говорит, разом сочтемся. Знаем, как с тобой разом рассчитываются. А тут все лето покоя не знаешь. Хозяйка переступила порог, взяла в углу веник, включила на веранде свет, начала подметать. Ворчала. Как лед с реки сходит и начинается. Макей, макей. И до самых заморозков так, хоть утром, хоть вечером, хоть в ночь полночь. Шумно и устало вздохнула, но не унилась. Бывало проснется ночью, глянет в окно. А на той стороне костерок горит. Одевается, плывет. Как же? Люди ведь мерзнут. Да наплюнул бы ты поболе. Шилов он не отзывается, так его и не кличет. Он свое дело сделает, утром перевезет Зареченских к работе. Вечером в шесть обратно их отправит. И потом для него трава не расти. А тут только и слышишь, макей да макей. Говорю, давай на новом месте отстроимся, подальше, чтоб от воды было. Легко сказать, легко сказать, передразнила хозяйка. Будь ты не ладен совсем, тошно окаянный слушать тебя. Домой-то собираешься или нет? А то ведь я и впрямь могу не пустить. Надо же человек перевести. Что же вы рассиживаете тогда? На этот раз хозяйка так хлопнула дверью, что с полки сорвалась и разбилась какая-то склянка. Макей сказал, беда просто с бабой, которая уж год подбивает меня отстроиться заново. Но шутка ли в самом деле дом перебрать? Да и к народу на реке я привык. Кого мне только не довелось перевозить, чего только не дослушаешься от людей. Когда мы вышли из дому, было уже совсем темно. Над лесистым сгорьем поднималась большая красная луна, уже по-осеннему яркая и холодная. Вдали слабо и тускло мерцали огни деревушек. Спускаясь Крутояра вниз утоптанной и извилистой тропкой, мы вдруг услышали тихое всхлипывание. На борту шиловской лодки сидела и плакала девчушка лет десяти. Была она в школьной форме с большим и тяжелым портфелем, пристроенным на тесемочках за спиной. Вот такая-то еще, склонился над ней Макей. Ты откуда это взяла здесь? Чья же такая боевая будешь? Пасечника Петра Васильевича дочь вроде из Камышлова. Верно я говорю? Девчушка кивнула. А чего припозднилась-то? Давно уж пора на той стороне быть. Уткнувшись лицом в ладони, девчушка еще громче завсхлипывала. Меня Клавдия Яковлевна после уроков оставила, заикаясь, пояснила она. Она что, вовсе уж у вас, возмутился Макей? Она у нас строгая очень, — почтительно сказала школьница. А-а-а, — серьезно протянул Макей, — тогда, конечно, тогда, видно, правильно, все раз строгая. Он отошел, спустился к самой воде. Тьфу, язвить, Олеший, — послышался его встревоженный вскрик. А лодка-то где? Кто ее опять угнал у меня? Зачем я дурак весла оставил? — На ней ваши парни переправились, — сказала девчушка. — Какие парни? — С гармонью. Пятеро человек. Я с ними не успела переехать. Подбежала, а они уж далеко отплыли. Тогда еще вовсе не поздно было. Я бы как раз засветло до дому попала. — Черт, окаянный, — сплюнул Макей, — мало им своих девок. Он стоял перед нами озадаченный. — Да, как же мне переправить вас? Наконец на что-то решился. Наказал нам сидеть на месте, ждать его здесь. А сам куда-то ушел вдоль берега. Пропал, растворился в темноте. Крупная круглая галька жестко жвакала и скрижетала под его сапогами. Девчушка по-прежнему сидела на корме шиловской лодки. Она успокоилась, утихла в ожидании Макея. Не шмыгала, не сопела больше носом, не размазывала кулаком слезы по лицу. — Если бы лодка на месте была, — сказала она, — я бы к Макееву Анащичу сразу сходила. А Шилова не посмела попросить? — Ой, что вы, мы боимся его. Мы с девчонками раз раздурились в лодке, когда он нас в школу переправлял. Так он как цыкнет, как глянет, аж жутко стало. Неожиданно с той стороны реки разнесся ободряющий позыв Макея. — Ау, живы там, нет? Потерпите немного, я сейчас. Опять заскрежетала галька, Макей, должно быть, спиховал лодку на воду. Послышался скрип уключен, всплеск весел. Отражение луны в реке задрожало, заколыхалось. Лодка накрыла его, оставила позади и вскоре приткнулась к берегу вздернутым носом. Девчушка тотчас прыгнула в нее, точно боялась, что ее могут оставить. И, держась за борта руками, устроилась на корточках возле Макея. Я принес рюкзак, поставил его в лодку, предложил девчушке сесть на него. Сдернул лодку с мели, оттолкнулся одной ногой, течение подхватило нас и стало сносить. Макей умело развернулся и с сильными взмахами весел погнал лодку к невидимому берегу. Он сидел к нам спиной, резко и ритмично откидывался, лодка быстро подавалась вперед. Я сказал ему, не пойму, как вы на той стороне оказались? Ха-ха, я по течению брод знаю. Брод? По такой-то воде? Не лето ведь сейчас, сентябрь, простыть недолго. Ничего, не впервой засмеялся Макей. Мне сделалось неловко. Я представил, как он бредет, пожилой, отработавший смену человек, как вода обжигает и сводит ноги его, а я в это время, как будто так и надо, отсиживался на берегу. Почему вы мне не сказали? Я бы перебрел разброд есть. У тебя ничего не вышло бы. Там ямки попадают. Там надо знать, где брести. Он зачастил, забил напоследок веслами. Лодка разогналась и шумом вползла на галечную отмель. Девчушка привычно выскочила на берег, убежала. Но тут же возвратилась обратно. Встала неподалеку, смотрела, как мы прощаемся. — Ты что опять? — насторожился Макей. — Боюсь. — Чего боишься-то? — Домой идти. — Ох, горе ты мое! — хлопнул себя по бокам Макей. — И что мне прикажешь делать с тобой? И не по пути вам? Вот беда-то! Он с минуту раздумывал, не зная, что предпринять. Махнул, в конце концов, рукой, успокоил девчушку. Ну, ладно, сведу я тебя. Всем бед, как говорится, один ответ. Сейчас только весла спрячу. Взвалив по веслу на плечи, Макей отошел, сунул их в кусты. Еще раз попрощался со мной, пожелал мне счастливой дороги. Взял девчушку за руку и направился в Камышлова прямиком пустынным туманным лугом. Живет меня сегодня старуха сосвету. А вокруг сгущалась, плотнела осенняя ночь. Сон натерлась о борта лодки. Сон натерлась о борту лодки. Продолжение следует...